СТЕКО БЕЛЬ СТЕКО БЕЛЬ СТЕКО БЕЛЬ В людей режут Соли Ну это в принципе приблизительно то же самое только там, если это масло ТЕЙ будет защитным то там, насколько я знаю, СТЕКО оно содержит алкиды и как бы СТЕКО БЕЛЬ Ну там да, там этот, как он там? Какой-то ЭКОВЕР Да, ЭКОВЕР Вот можно посмотреть, как оно СОЛИДОЛ Оно уже, это банка где-то у нас с сентября, да, по-моему от прилетает СОЛИДОЛ Не перепутали? СОЛИДОЛ Это нотирочная маска Это, значит, следующий вид масел, это масло ВОЗ, которое не образует ПЛЕНКУ на поверхности То есть, наносится таким же способом, как предыдущая, но проникает, так называемое, ИПРОГНИРУЮЩЕЕ масло, то есть проникающее в древесину, да, то есть ПЛЕНКИ вверху нет, то есть масло и воск, оно все будет уходить там в древесине То есть, это покрытие, оно для чего? Для проходных мест, понятно, что какой бы там компонентный, хоть трехкомпонентный лак будет Если идет тысяча человек по тому и тому же месту в день, они его износят очень быстро Поэтому, здесь нужно какое-то покрытие, которое не образует пленку Но, вот это оно и есть То есть, если даже будет видно, сейчас, если кому-то, если будет интересно после нанесения, можно нажимать в воду, будет видно, что она стоит и надо никогда уже не питаться Володя вот делал прям по ремне Открыл бутылку пипсиколы и выронил После того, как мы один слой уже привезли вот это вот масло Демонстративно И она как ртуть, вот все капельки вот так собрались и стоят Это на следующий день был, когда была древесина такая ничем не покрыта, просто сухая Я думал, капец, она все собралось в капчу И конечно, единственное, что обязательно работа этим продуктом Вот Нино у нас как раз с этим продуктом уже работал И мы вместе ездили на так называемую рекламацию от клиента то, что на нем остаются следы То есть, здесь надо изначально клиента готовить к тому, что для того, чтобы он имел первоначальный бип его надо постоянно за ним ухаживать То есть рабочий день закончился, бизнес-центр закрылся, ресторан, кафе там, не знаю, для библиотеков, все что угодно Зашла там женщина, мужчина там, не важно с полотером промыли специальным мылом для очистки и специальным средством по уходу и оно опять стало в такого же вида То есть мыло, мыло каждый день, да мыло вымывает, ну, в зависимости от загрязнений может быть не каждый день, может быть там раз в два дня, раз в неделю, но это надо делать То есть это мыло, оно из структуры вымывает эту грязь и, кстати, по уходу, заново пополняет воск, который содержится так же внутри так же, не образуя пленки, мы запихиваем туда вовнутрь этот самый воск Дело в том, что когда лак вытерся это что мы должны сделать? Переселивать А здесь мы этого избегаем А здесь как раз таки то, о чем все и говорят не разбираясь, но без перешлифовки мы возобновляем поверхность Опять заново А если они спросят, что мы так же будем за лаковой поверхностью каждый вечер раз-двое суток ухаживать Нет, а понимаешь, лак то все равно изнашивается, потому что он сверху лежит у него пленка все равно когда-то, когда-то, когда-то то есть надо объяснять, что одно дело пленочное покрытие, а другое дело просто не образующее, не образующее пленку по покрытию Да, да, принципиально разная система Короче, этот солидол я его, это так называем Но потом при нем надо еще полотер иметь Обязательно, и клиенту обязательно об этом сообщать Да, на самом деле Ну это как мастикой Принцип да Такой, принцип такой Ты закомишь банки? Да, 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 это то самое И на самом деле в Европе В Европе Я вот эту штуку не вытаскиваю Ну которая в середине обычно Я ее так вот раз и В Европе им пользуются Постоянно Запихивают В проходных помещениях У нас почему-то покажет Не все, но мы потихоньку Пытаемся довести Да, да, да Не, а прямо угрешь Такую питальнюю Питальнюю А по дырку убираешь Да А за это деньги надо платить У нас это не любят У нас это не любят Ну, допустим, мы сделали Порядка тысячи квадратных метров Концертный Мариинский театр Вот этой осенью Вот оно немножко это самое Рвет из рук Оно так туговато наносится Поставлю Они Они купили себе полотер И регулярно теперь покупают у нас Советского ухода На полоте То есть, они обучили своих женщин Я лично с этими уборщицами Показывал, как это вот выжить Как это натирать Да, они это дело готовы Они это дело сейчас выполняют Потому что у них один из самых Уборщиков 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 За два месяца А полы, которые изначально делали маслом Еще четыре года назад Они просто стоят Единственное, что надо, конечно, понимать Что, если ты возьмешь отвертку И делаешь такую форму На тарапе Но это, конечно, не восстанавливается И так я делаю именно Истираемость Но не на удары Не удаляя эту середину Я их приподнимаю Потом на пищу И обратно их поднимляю То есть, на эту середину Туда вообще во внутрь пользуется? Да, да, да А так же, как это во внутрь напихал Машины закрыли На самом деле, когда я делал большой метраж Я их поднимал Просто машину поднимал Шляпу там Груна бурчков На нее встал Покачивительно не вытащили Ощущения разные были Да Да, это очень упорно Это действительно тяжело Очень большое трение получается Спротивление Потом, по идее, через какое-то время Надо пробежать, располировать Да, то есть здесь точно так же Полируется белым падом Так же белым падом с тряпкой Можно много белых падов Можно тряпочку подложить Тряпочку на это вообще не получается Не получится, да? Вообще тряпку вырывает А вязь? Да Похоже Да Только падом Тряпка Да Красный можно еще Такой более жесткий Красный 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 Леня Значит, как вот этот продукт называется? Стопро Стопро Где у нас эта падочка? Володь, покажи Дай падочку, пожалуйста Это вот стопро Масло с воском Сухой остаток 98% То есть, по сути Все, что здесь есть, все идет Ничего не ест Да И вот это И вот это А вот здесь воска нет Здесь просто масло Здесь пятна останутся Да Да Значит, вот на это На байсойл Да Потом в качестве защитного Можем наносить либо это масло Либо с твердым воском тоже возможно С твердым воском тоже можно так же падом наносить А вот этот тряпкий, который мы сейчас покажем Сколько слоев наносится? Сутки 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 И оно еще после первого слоя Оно Уходит такое ощущение, что Ну, как грунт мы положили когда На сливочную пришли И кажется, что Одного слоя уходит? Два слоя наносится Два слоя наносится Через день Через день Нет, сегодня нанесли Завтра второй слой Немцы пишут, что через 20 минут Располировывать Я располировывал, потом на следующий день второй И второй располировываешь И делал и так, и так То бишь, после первого слоя лучше ничего не располировать Это легче себе Ну, время гораздо экономится На следующий день я второй слой положил И располировываешь Получается тот же самый результат То есть вот эти вот разводы, которые сейчас есть Они потом после второго слоя располируются? Я их на самом деле не оставляю на большую площадь Да, просто здесь маленькая площадь Ну, вообще, по идее, да Вот эти надо сейчас убрать Да, да, обязательно А как вторым падом берешь? Не, ну, чистым падом, да, ставишь Перевернул Давай сделаем, чтобы уже показать до конца Просто он расширковывать, на самом деле, очень тяжело Он в нем как бы вязнет Тряпка вообще срывается А это... Это гель не держится Вот сколько падов нужно на площадь метров пятьдесят? Когда начинаешь, он начинает блестеть Ну, чтобы ориентироваться, так хотя бы приблизительно Пада три-четыре надо И с двух сторон их используешь? Да Три-четыре пада на пятьдесят метров Три-четыре пада на пятьдесят метров Вот это покрытие не требует перешмельцовки Просто освежает раз в какое-то время Я думаю, если это не большой проходимости помещения То не обязательно каждый день Ну, как задатывается, правильно? Тем не менее, тем не менее, все-таки мое убеждение, что для квартиры это как бы, наверное... Это не для квартиры Это не для квартиры Это не для квартиры Почему не для квартиры? Для общества А я объясню почему Потому что в квартире есть один собственный Это твоя квартира и ты собственник ее Ты хочешь, чтобы здесь было все хорошо, да? И ты будешь педантично к этому относиться Тебе хочется, чтобы это было все всегда идеально Когда это бизнес-центр, это нечто общее И тут готовы смириться с тем, что да, вот допустим Я сейчас могу вот пятель на оставлять, да? И это нормально, даже когда оно высохнет От обуви остаются Но мы паркет сохраняем И потом, пройдя средствами по уходу, он опять приобретает нормальный вид Ты готов у себя дома это делать? Каждый день, там, не каждый день, а раз в неделю, там еще что-нибудь Это надо делать Потому что масло не требует такого Просто масло не требует такого ухода, как... Нет, это декоративное покрытие Здесь должно быть еще что-то защитное сверху Потому что это либо масло, либо лак Да, да, либо масло, либо лак Полагается на то покрытие, как бы можно наносить лак Часто на них ухаживать Потому что следы на нем Здесь пленки нет И в структуру дерева затирается просто грязь Которые вот на этом положат То есть, как сказка Да Или ничего не нанесешь? Ну ничего не нанесешь Нет, все, два слоя Вот ты наносишь и все Да Сюда не ляжет, не лак? Нет Сюда ничего не ляжет Это только самостоятельное покрытие И дальше уже именно средства А на то покрытие можно либо лак А на то можно либо лак Либо это масло Либо вот эти масла, которые мы сейчас покажем Тоже туда Кстати, вот на этом щите сейчас в швах видно, что мокли швы стали Хотя было все сухо Это называется импрегнирование Выдавливает лишнее Выдавливает лишнее Можно дать через какое-то время еще раз Поэтому как бы эту тонировку Его наносят обычно И почему ее там попозже начинаешь стирать Сразу все помещение сделано Потом начинаешь стирать Она как раз в это время отдает все остатки лишние И ты уже вытираешь А если ты сразу сотрешься, ну совсем прямо Раз и сразу Оно Может потом опять блестящие щи Оно же через сутки тоже может вылезти Ну если ты очень добротно надеваешь, то Можете вылезти через сутки Ну добротно, а здесь же не доброт, а вот полезно А в такие твердые породы, как те, например, то же самое Оно будет через сутки Можно отполировать так же Не обязательно бергер, то же самое Можно на следующий день Падом отполировать Или в крайнем случае Можно даже добавить L-91 немножко Да, чтобы это дело смыть Но главное, чтобы щели были зашпатлеваны Если щелей нет, тогда, в общем-то, минимум А все равно зашпатлевали Там же, я уже спрашивал Все равно в щелях-то плотность не такая Да, да Он упитывается больше, потом отдачу отдает Потому что его меньше Да Еще сложность такая, что, например, если мы слифуем Покрываем, тонируем доску с фаской Это сразу усложняет работу втрое Потому что, если темная древесина Мы можем фаску залить, потом стереть И у нас вся фаска черненькая Это хорошо Если мы наносим там какое-нибудь Светлое Белое Или там кашемир Или что-нибудь такое Сначала нам не промазать эту фаску Потом ее вручную промазаем А потом нам не вытереть ее Потому что она белая Мы ее начинаем еще вручную вытирать